Улица Афинская появилась на карте Хутора Песчаной недавно. Ее жители в основном переселенцы из Сибири и Дальнего Востока. Много военных пенсионеров. Они обратились к главе города. Юрий Поляков поручил уже в течение недели завести туда первую партию щебня. Начните им сыпать, 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 пока не укатают ее, пока туда-сюда время, потом уже дальше будем думать. Мы готовы максимально, вот что, для муниципалитета стягиваем весь щебень, пожалуйста, на Хутор Красный. Так же, как в село Витязево, сегодня по сути поселок, так и Хутор Песчаный разросся до размеров села. Здесь конечная остановка 114 маршрута. Местные жители просят новый остановочный комплекс. Юрий Поляков напрямую передал вручение подчиненным, чтобы не пришлось вступать в переписку и тратить время, а решить вопрос на заседании специальной комиссии, которая состоится уже в ближайшие дни. Глава муниципалитета подчеркнул, что сроки, которые озвучиваются гражданам, должны быть реальными. Этот перекресток в Хуторе Красный обещали заасфальтировать до 2018 года. Мы с 2012 года бились за эту дорогу. В 2014 году нас включил план. И вдруг вот эти 30 метров остановились, вот 30-40 метров осталось этой дороги доделать, буквально. Везде асфальт. Это частный сектор? Это дорога, я не знаю, что это, частная, наверное? Это частный сектор, муниципальная дорога. Мы не пришли просить включить и нас в план или что. Мы пришли, просто то, что нам обещано, чтобы сделать. Логично. А кто обещал? Вот кто обещал, тот и сделает. Юрий Поляков потребовал от подчиненных быть максимально честными с жителями, объективно рассказывать им о возможностях решить тот или иной вопрос. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.